Нашу группу и меня лично. Всех поблагодарить, я просто не успею, но донаты каждого из вас вижу, поэтому всех сердечно благодарю, те кто смотрит в барах, дома, на мобильных устройствах. Вот столкновение. Кари. Кари бы здесь можно и желтую карточку выписать, как минимум. Интересно, главный арбитр этого поединка Матьео Реналь. Как рассудит, Матьео Реналь сегодня работает, один из опытнейших судей. И, кстати, единственный французский арбитр на этом Кубке Мира, Матьео Реналь, это Майкл Чейко и Филиппо Контепоми вместе с их другом, по-моему, Дэйвом Кидни. Забыл, как зовут тренера. Нет, Дэйв Кидни спутал. Это игрок в прошлом Рэгби Лиг. И на самом деле Аргентина серьезно перестроила свою защиту как раз после того, как Майкл Чейко позвал в тренерский штаб своего друга, который никогда не тренировал команду по Рэгби Юнион. Он об этом заявил Майкл Чейко, но Чейко сказал, говорит, ну и что, что ты не тренировал никогда команду в Рэгби Юнион. Меня это не волнует, возьмешь и потренируешь, а вот карри сейчас может отправиться, как минимум на 10 минут, это удар голова в голову, карри здесь сыграл, мягко говоря, опромельчиво. Вот момент, приземляется Мали, ну и голова в голову, карри, карри сейчас может получить. Какую-то карточку, а Хуан Круз Мали отправляется под трибунное помещение, вместо него может появиться на газоне у нас, может быть, Матья Сморони, который сместится на край веера, и Эмириан Байселли станет полфулбэком. Больше некому, да, карри здесь, вернувшись после травмы, один из близняшек к карри, том карри, камикадзе Кит, один из этой парочки, третий линейцев сборной Англии даже. Да, именно парочки, я не знаю, как рассудит арбитр этот эпизод, но карри действовал не очень аккуратно, хотя, наверное, сверху в его голову прилетел аргентинец самостоятельно. Ну, это страшный удар. Подзывает капитана, неужели это красная карточка? Желтая карточка для Тома Карри, и обошлось, обошлось однозначно для англичанина. Так, кто-то опять, а, хотят поговорить, красная карточка для Тома Карри. Все, все, друзья, мы вернулись в 2019 год, но только все наоборот. Там у аргентинцев была красная карточка, где Тома Славанинец своим большим плечом ударил в голову господина Фаррелла. И вот сейчас все наоборот. Уже аргентинцы получают численное преимущество.